Всем привет, друзья! С вами Корритт и мы продолжаем играть в First Feodal. Итак, ребят, что мы будем сегодня делать? Надо сегодня все-таки попробовать все это дело достроить, да? Давайте сейчас мы это все достроим. В прошлом выпуске меня убили, это была первая моя смерть. Вот, и сегодня будем продолжать с того места, по сути, на котором нас убили. Вот так вот, то есть с того места мы будем с вами продолжать. Давайте сейчас возьмем дерево. Молоток я, наверное, уберу отсюда. Возьмем побольше дерева и палок, да? И пойдем вот это вот все дело чинить. Ну, точнее, строить. Вот, непонятно, почему никто сейчас этим делом всем не занимается. Там, вон, вижу, готовкой занимаются. Нам надо сейчас... Так, все, выносливо закончилось. Нам надо сейчас более упорно как-то, наверное, перекидываться на готовку, для того, чтобы мы могли делать с вами ферму. Так, давай вот это вот достраиваем. Достраиваем, отлично. Так, теперь мы можем делать с вами кожу, да? Всякую разную. Она нам тоже пригодится обязательно. Так, давайте подойдем поближе. Возьмем еще досок. Еще досок возьмем. Я думаю, побольше надо взять досок. Вот, теперь можно пойти и достроить вот эту вот штуку. Это у нас, по-моему, что-то тут связано, по-моему, с инструментами. Я точно не помню, что. По-моему, всякие мечи здесь делают или что-то типа того. Вот, а здесь вот нам будет нужна кожа. Вот, кожу мы с вами возьмем вот в том вот корыте, который мы построили самое первое. Так, опять закончилась выносливость. Так, опять почему-то у меня, ребята, ничем не занимаются. Это у нас оружейник, да? Ну, как бы он, понятно, ремесленник, тоже понятно. Фермер. Вот фермер почему ничего не делает? А, он, в принципе, тыквы... А, у меня, наверное, семян тыквы нету, да? Или, может быть, у меня место закончилось? Нет, место есть. У меня, наверное, семян тыквы нету, ребят, скорее всего. А вот здесь, допустим, я могу... Да, вот, я могу тыквенные семена здесь попробовать сделать. Давайте попробуем сделать их, наверное, как-нибудь. Как-нибудь вот так, да? Или, может, еще больше сделать. Давайте вот так. Так, все, кашу тогда мы делать не будем. Ни кашу, ничего остального. А, не, можно, в принципе, сделать вот кашу из пшеницы, можно сделать. Если есть такая возможность, пускай делают. Так, а нам нужна кожа. Вот здесь вот делается кожа. Давайте сделаем штук, я не знаю, 16. Пускай делают. Так, давайте достроим вот эту вот часть. Это у нас, по-моему, бочка, да? Зачем мне нужна бочка? Там 5, получается, ячеек. Ой, 5 ячеек. 100 ячеек, да? То есть, если, допустим, в сундуке их сколько? Ну, сколько здесь их? 15, да? То там их 100. То есть, в принципе, эта бочка, это довольно нужная вещь. Так, а кто у меня здесь еще? Это фермер, да? Он у нас тыквы собирает. Это у нас еще один фермер? Почему нет? Два фермера, что ли? Так, хорошо. Давайте сделаем тогда одного, допустим, ремесленника еще, да? Вот так вот пускай будет. Так, ну все, здесь у меня, здесь нужна только кожа. Кожа у меня есть. Все, давайте сейчас закончим бочку. Отлично. Все, ребят, бочка готова. Хранение до 100 стаков одного предмета. Нельзя класть экипировку. Так, и что мы здесь будем хранить? Что я здесь буду хранить? Наверное, надо что-то выбрать, чего вот вообще как бы больше всего. Можно вот, допустим, дерево, мне кажется, там хранить в этой бочке. Вот, да, 500. Отлично. Вот, то есть вот сюда можно, в принципе, тогда складировать дерево. Его здесь очень много, и пускай тогда складируют его вот сюда. Зато я буду всегда знать, что у меня очень много дерева. Вот это вот все. Давайте вот это, наверное, скинем. Освободи мне немножко места. У меня еще 10 кусков мяса. Причем мясо жарено. Я думаю, что можно покушать. И скоро надо будет персонажа уйти спать уже. На самом деле ложиться. Вот это вот все возьмем. Пока никто на меня не нападает. Но там вот лежит какой-то этот, какой-то мешочек. По-моему, там были доспехи или что-то типа того. После последнего набега они, по-моему, остались. Давайте сходим, посмотрим. Вот здесь вот есть. Да, есть. Здесь и какая-то и обувь, и чего-то только нету. И виллы даже какие-то. И даже есть какая-то небольшая еда. Немножко еды есть. Так, здесь доски. Блин, тут уже все забили семенами тыквы. А чего их так много-то? Так, тут тоже, блин, обалдеть. Все уже везде занято. Ладно, вот это мы дерево отсюда заберем. Здесь тоже дерево забираем. Это все мы складируем сюда. Далее вот здесь тоже у нас очень много дерева. Вот здесь. Вот это вот тоже все возьмем. Надо будет перенести его сюда. Можно как-то? Нет. Все скидывать нельзя, да? Только вот так вот именно все это делается. Так, где у нас вот здесь тоже очень много дерева? Блин, очень много я что-то взял семян. Как-то не подрасчитал. Очень много получилось у меня семян. Так, это мы тоже все забираем. Переносим все в бочку. Ну, в принципе, дерева в бочке уже довольно много. Уже почти сотня, да? Здесь вот тоже заберем. И теперь давайте вот сюда все это дело выкладывать. Так, давайте посмотрим, что у меня по еде. Здесь вот вижу только пшеница, да? Лежит. Здесь тоже пшеница лежит. Здесь вот кашу вижу. Здесь ничего не вижу. Здесь тоже какая-то херня. Короче, у меня получается нет тогда мяса, да? Мяса нету совсем. Давайте семена мы отключим. Будем делать тогда вареную тыкву, наверное. Вареную тыкву будем делать. Вот так 60-70. Пускай, короче, вот так вот будет, да? Там уже как пойдет. Так, ты у меня кто? Ты у меня ремесленник, да? Ладненько. Давайте тогда мы начнем. По дереву, наверное, ничего делать не будем. По инструментам тоже ничего делать не будем. Здесь вот можно сделать биту. Верстак для оружия, да? Могу сделать биту. А здесь вот у меня по броне. Могу только щиты, в принципе, делать и все. Окей, давайте тогда пойдем пока положим персонажа отдыхать. И посмотрим, что я могу тут... Так, у меня нету инструментов. У меня закончились инструменты. Давайте сделаем тогда по одному инструменту. Вот так вот, каждого вида по одному сделаем. Далее. Далее. Здесь у нас что? Сейчас будет... А, уже готов, да? Уже готов, получается, вот этот крафт. Вот есть каменный дом у нас. Это вот это что такое? Улучшенная защита. Открывать строительство башни. Открывать строительство башни, да? Получается, надо стены строить, да? Для того, чтобы я мог построить каменные стены. Потом вот эти вот какие-то ворота, да? Крепостная стена, деревянные ворота. Но это, видимо, это какая-то простая защита. Не знаю. Улучшенная защита. Вот хочется на самом деле построить, возможно, вот эту вот кровать. И башню. То есть, вот как бы это вот... Мне кажется, первоначально нужно сделать. Давайте здесь вкачаем меч. Здесь вот пока ничего вкачивать не будем, да? Основы кулинарии. Ну, пока, блин... Пока не получается. Тыква. Открывает производство тыквенных семян. Основы кулинарии. Пока... Пока не получается у нас сделать, ребята, основы кулинарии. Здесь вот я могу сделать уже какое-то медное копье. Медный меч. Длинный меч. Ну, давайте замутим, наверное, несколько мечей. Я думаю, троих нам хватит. Пускай делают по броне. По броне. Так, подождите. А по броне у меня что? По броне ничего. Да, то есть, это, видимо, вот можно как-то... А щитов здесь, кстати, нету. Слушайте, ребят. Щитов-то нету. Латы только есть. И шлема тоже нету. И никак это не двигается. Хм. Интересно, интересно. Так, ладненько. Персонаж у меня, в принципе, поспал. Все, пускай тогда он просыпается. Так, у меня щит-меч есть. Давайте, наверное, поставим еще производство щитов. Пускай... А, нет, подождите. Щиты у меня, по-моему, там были, да? Даже были уже какие-то лишние. Да, вот. Здесь щит лежит. Тут у меня много кожи. Блин, все равно почему-то эти деревья носят сюда. Как-то, по-моему, можно было сделать. Как-то, по-моему, можно было сделать, чтобы... Приоритет именно выставить, чтобы тут были какие-то рис... Вот, да-да-да-да-да, вот-вот-вот. Так, шаблон. Прочность, ниже, разрешить все, запретить все. Шаблон 1, 2, 3, 4. Это, я так понимаю, мы разрешаем, да? Типа, все. Подождите, разрешить. Вот так вот запретить только, получается, вот это. Запретить только дерево. Так, здесь у нас что? Фильтр. Фильтр ресурсы вот так тоже включаем. Здесь фильтр ресурсы вот так. Так, фильтр. Ресурсы, дерево тоже выключаем. И здесь тоже вот так вот фильтр. Дерево выключаем. Все. Так. Значит, дерево мы, получается, перенесли с вами, да? Но не все. Здесь, по-моему, еще где-то дерево немного набросали. Вот. Вот это вот мы возьмем. В принципе, по еде я вроде как вижу, что ее пока хватает, да? Вот это вот покушаем, давайте вот так вот. Вот. Так. Что у нас? Почему люди стоят опять ничем не занимаются? Это у нас ремесленник, ремесленник, да? Я думаю, что стоит сделать, наверное, еще одного фермера. Давайте тогда сделаем из одного ремесленника фермера. Не знаю, пойдет ли он что-то там делать с тыквами, как-то там возиться. Вроде как пошел, да? Вот он пошел их там добывать. Добывают там тыковки, в принципе. Все довольно неплохо. Что я могу построить еще? Что у меня по миссиям? Приучить двух животных, увеличить размер поселения до 10 жителей и построить карьер. Окей, давайте тогда, ребят, наверное, вот есть у меня карьер, да? Что я еще тут не построил? Каменотеса стол, да? У меня, кстати, нет, по-моему, стола каменотеса. Слушайте. Да, стола каменотеса у меня нет. Давайте вот его, наверное, и построим. Где-нибудь вон там вот, где стоят все остальные столы, вот здесь вот так сделаем. Ух ты, сколько тут всего надо? Офигеть. Так, защита, декор. Это что такое? Обелиск. 7 единиц счастья он дает. Нифига себе. Обработанный камень. А, это глина у нас, да? Так, а где мне брать глину? Вопрос. А, наверное, вот в этом, да? Наверное, в этом вот карьере. Скорее всего, карьер, да. О, он какой здоровенный. Так, ну ладно, давайте его строить. Давайте его тоже строить. Он здесь вот, в принципе, можно. Давайте воткнем 25 досок, 10 камней, 30 палок. Ну, довольно много. Давайте тогда сделаем строителя. Пускай мы все, что здесь сможет, все построить. А мы, наверное, тогда, ребят, сходим с вами, отправимся за мясом, наверное. Поищем мясо у каких-нибудь животных. Так, вон там, вон вижу корову. Их, кстати, там раньше не было. Видимо, они спаунятся. И спаунятся довольно часто, да? Поэтому, мне кажется, можно вот так вот ходить. И добывать даже какие-то ресурсы постоянно. Так, вот эту коровку... Ай, блин, я там не выложил, да? А почему у меня стало на одно место больше здесь? Интересно. Так, давайте тут соберем, что тут у нас мясо. Мне, в принципе, и мясо, и кожу надо. В принципе, как бы все надо. И мясо, и кожу. Так, все, место закончилось. Давайте вернемся к нам в город. Вот с этой вот стороны у нас, получается, начинается открытая местность такая, да? Вот, надо как-то вот, наверное, вот в плане вот этого дома вот так вот все застраивать стеной, как мне кажется. Так, я вернулся, да? Мне надо положить мясо куда-то. Давайте положим куда-нибудь мясо. Так, вот здесь вот. Кожу давайте куда-нибудь в другое место, наверное, воткнем куда-нибудь сюда. Так, еще у меня есть еда. Давайте ее, наверное, захаваем, да? Все остальное, остатки... А, я, получается, получил левел, да? У меня персонаж получил уровень. Вон, у него стало 120 бодрости, 120 сытости, 120 выносливости. И, по всей видимости, открылась еще одна ячейка инвентаря. Это, на самом деле, прикольно. Это радует, что есть такие вот штуки. Которые вот так вот можно раз и, типа, новый левел, новые возможности. Здорово. Так, здесь кожа. Давайте кожу тоже возьмем. Тут вот корову вот так вот надо зарезать. Так, мясо с нее снять. Так, мясо с нее снять. Тут вот еще есть коровка белая. Давайте ее тоже вот так, вот так, вот так тоже берем. Тоже с нее мяско. И вот это давайте тоже одну завалим еще. Я думаю, все, хватит. Вот так вот. Так, собираем мяско. Давайте соберем кожу. Вот так, по максималочке. Все, теперь можно возвращаться обратно. Все это дело скидывать. Готовить мясо, жарить его. И как-то что-то из этого делать, в общем. Надо еще попробовать что-то сделать, ребят, с кроватями. Надо посмотреть, могу ли я как-то их убрать, допустим, переместить в какое-нибудь другое место. Так, тут уже 7 жареных кусков мяса. А, или это было мое, по-моему, было мясо. Нет? Так, это тоже вот это все выкладываем. Так, все это мясо выкладываем. Кожу выкладываем. Так, и теперь. Теперь давайте, наверное... Да что ж ты застреваешь-то? Вот здесь вот приготовим еще, наверное... Вот это мы все отменим. И приготовим, наверное, стейки. Сделаем много-много-много стейков. Я не знаю, сколько. Пускай будет 76. А вот, попробуем сейчас, ребят, как-то... Нет, по-моему, оно никак не ломается, да? Ну, давайте пока поспим. По-моему, никак снести кровать не получится. Так, строительство, да? Вот есть, допустим. Счастье, экипировка, критический удар, производство, битвы, наука, крестьяне, строительство. Так. В инвентаре. Так, 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 так. Можно строить несколько одинаковых зданий подряд, зажав клавишу левый контур. Ничего не написано по поводу того, что, как, типа, удалить их. Фильтр сундука, поиск предметов, эдикты какие-то, битвы, производство, крестьяне. Так, характеристики. Ну, да, да, ничего такого нету. Возможно, оно никак не уносится. Хорошо, если, допустим, я не могу кровать взять и перенести, да? Как мне сделать так, чтобы, допустим, эта кровать... То есть, как мне ее, например, сломать? Вопрос. Так, это строитель. Давайте сделаем из него ремесленника. Это у нас меню. У нас кнопочка меню. Это у нас никак не нажимается. То есть, паузы в игре, насколько я понимаю, нету. Инвентарь. Строительство. Может быть, где-то в строительстве? Подождите. Вот, снос постройки. Скрыть недоступные. Ага, снос постройки. Вот. То есть, я, получается... Вот, я могу все это дело сломать. Получается, получаю я, видимо, те же самые... Те же самые ресурсы, которые я потратил. И могу построить где-то все это дело в другом месте. Вот это вот мне уже нравится. Потому что я хочу вот эти вот кровати отсюда воснести и поставить их в доме у себя. Так, основные. Подождите, вот. Снос постройки. Вот так сносим. Сносим. Все вот это собираем. Вот так. С молоточком. Бежим тогда вот в этот дом. И будем сейчас здесь, в принципе, возводить тогда кроватки. Вот, отлично, ребят. Вот это вот мне уже нравится. Вот это вот здорово. Одну кроватку... А, нет. Мы, получается, получаем половину ресурсов, да, наверное, за то, что сносим что-то. Мне кажется, что, наверное, половину нам все-таки дают. Ну, ладно, в принципе, кожа. У меня все это есть. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Давайте сейчас пособираем здесь кожу. Кожу, вот этот вот пух. Пух или что это такое, не знаю. Вот это, короче, все надо пособирать. И теперь можно идти строить кроватки. Давайте, погнали. Так, одна есть. Давайте еще одну. Ага, все, у нас закончилась выносливость. Ждем тогда. Тыковки, вон, я вижу, делают. То есть, их там собирают, сажают, выращивают. То есть, в принципе, по тыквам претензий никаких нет. Так, тут тоже вот так вот строим, достраиваем. Отлично. И еще одну давайте сделаем. Четвертую кроватку. Я думаю, что четыре кровати мне хватит пока что за глаза. Так, по сундукам. Что у меня здесь еще? Так, мне нужна еще кожа. Я думаю, что уже вот-вот, ребята, еще, наверное, чуть-чуть. И на меня уже должны, по идее, нападать. Потому что что-то как-то давно уже на меня не нападали. По сути, весь выпуск вот этого вот, вот эту вот часть. Играем, да, и еще никто ни разу на меня так и не напал. Это странно, на самом деле. Так, одна, да, там, по-моему, была нужна. Все. Вот, и на нас напали уже. Отлично. Собираемся все. Одеваемся. Берем какую-то броню, одежду и так далее. Вон, вижу, на нас бегут сверху. Их всего лишь трое. Поэтому, я думаю, что справимся с ними без проблем. Так, вот этого вот так вот гасим. Этого гасим. Теперь идем вот туда. Идем вот к этому лучнику. Лучника тоже гасим. Ай-яй-яй, меня могут убить сейчас. Меня могут убить сейчас. Все, да? Все, разобрались с ними. Отлично. Много всякого вкусного лута. Опять же, какая-то одежда. Там, какие-то штаны, какие-то ботинки. Сейчас мы все это, ребят, будем брать. Давайте мы вот это все пока поскидываем. Вот, погнали. Пробежимся по луту. Тут и лук был, вот и бита есть, и какие-то штанишки. В принципе, все довольно здорово и неплохо. Так, здесь вот тоже ботиночки. Кстати, ботиночки, по-моему, получше, чем которые у меня стоят. Так, 112. Качество плохое. Защита... А, нет, у меня получше. У меня на самом деле получше. Защиты дает побольше немножечко. Так, в принципе, я так понимаю, что сейчас все чем-то заняты, да? Единственное, может, ремесленника сделать еще одного. Так. Почему он сюда складирует дерево? Ну-ка. Вот так вот надо было сделать. Сохранить. А, я не нажимал тут сохранить, да? Подождите. Фильтр вот так. Вот так. Сохранить. Все. Вот здесь тоже фильтр. Вот так. Вот так. Сохранить. А, остальное здесь я смогу, интересно, выкладывать. Да, остальное вот. То есть, ну, как бы все, кроме, получается, дерева. Здесь тоже самое. Давайте сделаем фильтр. Вот так. Все, кроме дерева. И здесь тоже самое. Все, кроме дерева. Фильтр. Вот так вот сохранить. Все, отлично. Так, теперь мне надо свободное место, чтобы выложить лут. Так, это, подождите, 11. Это дает нам 11 к защите. Давайте тогда я себе ее, наверное, поставлю. Ой, подождите. Вот так. Вот. Такой в шубе, короче. Нормальный такой у меня чувак. В шубе со всеми делами такой. Так, биту тоже сюда скинем. А вот это вот дерево надо отсюда все позабирать. Вот это вот тоже дерево все позабирать отсюда. Так, здесь дерева нет, нет, нет. Все, идем тогда сюда. Все это дерево выкладываем. Мне нужны доски. Досок надо очень много, потому что я планирую еще, ребят, делать, наверное, стены. Вот так вот 220 досок ставим. Будем еще делать стены. Погнали. Давайте сейчас пока пройдемся по луту, который у нас здесь остался. Тут осталась какая-то еще броня. Вот есть стрелы, есть луки. Все это, я думаю, надо собрать. Мне, я думаю, это все пригодится. Очень здорово, что быстро восстанавливаются жители стеганый шлем. Очень быстро восстанавливается хп у моих жителей, у меня. Вот. Это, конечно же, радует. Так, здесь вот давайте все это выкладывать. Я не знаю, почему. Или, может быть, там все уже одеты у меня. Надо сейчас вот посмотреть вот это. Почему они не берут одежду какую-то? Давайте посмотрим. Вот, допустим, я не вижу, чтобы у них был какой-то шлем. Да, вот они почему-то без шлема здесь. Как сделать так, чтобы вот они взяли шлем? То есть вот у меня как бы, ну вот есть, например, вот этот шлем, да? Вот если я тебе его отдам, чувак. Обмен, да? Вот так я тебе его отдам. Он его идет выкидывая. То есть он его почему-то не одевает. Я не знаю, почему и с чем это связано. Профессия. Призыв к оружию по сигналу. Броня легкая. Оружие при призыве любое. Вот странно. Я не знаю, ребят. Может быть, если кто знает, напишите в комментарии, почему персонажи мои не полностью одеваются. То есть почему у них нету... Почему они не хотят брать шлем? Ну или там всякое такое. Так, да? Тоже нету места, да? Ладно, давайте сделаем еще, наверное, бочку. Или может даже пару, наверное, сделаем бочек. Так, давайте сделаем еще кожи немножечко. Вот так вот. 31, наверное, да? Пускай сделают кожу. Так, есть какой-то ремесленник? Это фермер, это дровосек, это у нас ремесленник. Все, отлично. Два ремесленника есть. Пускай сейчас, ребята, потаскают. Да, а мы тогда бочку сделаем еще одну. Даже, может быть, даже, может быть, две сделаем бочки. Вот так даже, наверное, ребят, сделаем. Вот, кожу пускай там делают. Только я почему-то не вижу, чтобы ее делали. Может быть, места нету. Давайте возьмем, подождите, кожу. Возьмем доски. Да, у меня 30 досок. Это довольно много. 30 досок. Это, кстати, довольно много. Давайте сделаем вот эту бочку. Вот. И, наверное, перетащим сюда. Ну, вот, можно, в принципе, и доски, да. То есть, можно либо доски сюда перетащить. Что там еще? Либо кожу можно перетащить. Ее, как бы, в принципе, тоже довольно много. То есть, вот что-то такое. Я думаю, что для досок и для кожи, мне кажется, нужно будет это сделать. Потому что доски будут... Ну, мне кажется, нужны всегда будут доски. Поэтому надо будет как-то за этим понаблюдать. Ладненько, ребят. Я думаю, что вне записи сейчас я по-быстренькому эти ящики сделаю. Да, эти бочки. И продолжим с вами уже тогда дальше. Не забывайте подписываться. Ставьте лайк. Друзья, если вам нравится First Feadal. Мне она безумно нравится. Я очень сильно хочу в нее играть. Вот. Поэтому ставьте лайк. Подписывайтесь. И пишите в комментариях, как вам вообще эта игрушка. Насколько она вам симпатизирует. Насколько она вам напоминает RimWorld и так далее и тому подобное. Все, ребят. С вами был Корин. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok